Живая история чернильных приборов. В Люберецком краеведческом музее открылась новая выставка. Знакомство с экспонатами из частной коллекции антикварных чернильниц приурочено ко Дню славянской письменности и культуры. Подробности в нашем следующем сюжете. От тростниковых и гусиных перьев до современных авторучек. На этой выставке отражена эволюция чернильных письменных приборов. В краеведческом музее представлены как антикварные уникальные предметы, у которых нет аналогов во всем мире, так и популярные чернильницы, которые массово выпускали в советские времена. Автор экспозиции – коллекционер Леонид Бельский. За 20 лет собрал 300 экспонатов из 20 стран мира. Находясь в Риме, я совершенно случайно на барахолке в антикварном магазине увидел первый чернильный набор. И до конца даже мне не было понятно, что это такое. Но вот в процессе я потом обнаружил, что их на самом деле много, они разные, из разных материалов. И постепенно стал как бы приобретать. Самыми первыми с частной коллекции пришли ознакомиться воспитанники художественного отделения детской школы искусств номер 2. Автор выставки подробно рассказал о каждой чернильнице. Некоторые экспонаты посвящены памятным датам и важным историческим событиям. Вот эта ручка в честь запуска первого космического спутника. Детям не только показали, с помощью каких предметов писали несколько столетий назад, но и дали возможность самим подержать в руках гусиное перо. Впрочем, юные художники с легкостью справились с заданием. Написали пером старинные русские заговоры и поговорки. Писать пером очень легко, как шариковой ручкой. Ну, я писала бы в обычной жизни тоже пером. Пишет мягко, но надо макать всегда в чернила. Коллекция письменных предметов Леонида Бельского – одна из крупнейших в России. Выставка старинных чернильных приборов будет работать в Люберцах до конца лета. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.